МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Щит и меч пехоты", так называют бронетехнику этого класса. Она мобильна, хорошо вооружена, умеет плавать. Ее появление произвело настоящую революцию в военном деле. Боевая машина пехоты БМП-1 в фильме «Оружие». До конца 40-х годов советская армия не располагала отечественными средствами доставки пехоты к полю боя. На вооружении находились лишь бронетранспортеры иностранного производства. Они были поставлены в СССР западными союзниками по ленд-лизу еще во время Великой Отечественной войны. Лишь в 1950-м году начался выпуск бронетранспортеров собственной разработки БТР-40 и БТР-152. Это серьезно повысило мобильность мотострелковых подразделений. К тому же солдаты были защищены противопульной броней и могли вести огонь прямо на ходу, используя специальные бойницы. Но у первых советских бронетранспортеров был один серьезный недостаток – колесный ход. Это снижало проходимость на суше и делало совершенно непреодолимыми водные преграды. Плавать эти бронетранспортеры не умели. Поэтому вскоре на вооружение был принят гусеничный БТР-50П. П значит «плавающий». Он был построен на базе легкого плавающего танка ПТ-76. Буквально за несколько лет, которые прошли после окончания Великой Отечественной войны, характер боевых действий изменился. Разведку вели мобильные подразделения на бронированных машинах. В атаку шли высокоманевренные формирования, включавшие танки и мотострелков. Их взаимодействие приобретало огромное значение для успеха в наступлении. Чтобы успевать за танками, бронированные машины пехотинцев должны обладать такой же проходимостью. Мотострелки на поле боя нуждаются в поддержке огнем. В этом отношении бронетранспортеры, вооруженные лишь пулеметами, сильно уступали танкам и артиллерийским орудиям. Появление на вооружении тактического ядерного оружия лишь обострило проблему. Армия испытывала настоятельную необходимость в новых бронированных машинах для пехоты, хорошо защищенных, вооруженных и маневренных, способных действовать в одном строю с танками. Конструкторские бюро приступили к выполнению армейского заказа в начале 60-х годов. Поначалу будущая машина рассматривалась как улучшенный вариант обычного бронетранспортера. Однако постепенно вырисовывался облик бронеобъекта, обладающего гораздо большими возможностями. Сразу несколько инженерных коллективов представили на государственные испытания свои машины. Они отличались в первую очередь типом движителя. Рассматривались образцы с чисто гусеничным, чисто колесным, а также смешанными колесно-гусеничным и гусенично-колесным движителями. У каждого из них были свои достоинства и недостатки. Машины на колесном ходу обладали более высоким ресурсом и хорошей скоростью на дорогах с твердым покрытием. Гусеничные машины имели гораздо более высокую проходимость и по бездорожью, и по дорогам с любым покрытием. Но ресурс такого движителя был ниже колесного, а стоимость выше. Конструкторы пробовали также объединить преимущества той и другой схемы. Получились гибридные машины, которые демонстрировали неплохие характеристики. Колесный ход применялся для марша. На комбинированном ходу можно было передвигаться в условиях бездорожья. Переход с колесного хода на гусеничный занимал всего 20 секунд. Заказчик предъявлял много различных и зачастую взаимоисключающих требований. Машина должна была плавать, быть пригодной для авиадесантирования и железнодорожных перевозок, иметь высокую скорость и мощное вооружение. В результате, по совокупности выполненных требований, военными был выбран вариант, предложенный коллективом конструкторов Челябинского тракторного завода. Руководил реализацией проекта Павел Исаков. Исаков Павел Павлович. Разработчик бронетанковой и автотракторной техники. Доктор технических наук. Лауреат Ленинской премии. Герой социалистического труда. Годы жизни 1918-1999. Окончил МВТУ имени Баумана. Принимал участие в работе над созданием тяжелых танков серии КВ ИС. С 1953 года главный конструктор Челябинского тракторного завода. Челябинцы создали высокоманевренную и скоростную машину на гусеничном ходу. Она сочетала в себе огневую мощь, высокую мобильность и хорошую защищенность. Конструктивными особенностями данной машины являются переднее расположение моторной установки, переднее расположение ведущих колес, кормовое расположение десанта. Именно кормовое расположение десанта дает возможность выходу десанта за машину и прятаться за броней. Особенностью также является наличие в кормовых дверях топливных баков, что уменьшает общий внутренний заброневой объем. Применение эжекционной системы охлаждения двигателя. Достаточная скорость порядка 65 км в час по грунтовым дорогам. Вооружение пушка 228 обеспечило длину максимальную стрельбу на расстояние 1300 метров. Прямой выстрел до 765 метров. По своим боевым возможностям новая бронеединица намного превосходила своих колесных предшественников. БМП-1. Боевая машина пехоты образца 1965 года. Боевая масса 13 тонн. Длина 6,7 метра. Ширина 2,9 метра. Двигатель. Многотопливный дизельный мощностью 300 лошадиных сил. Скорость по шоссе до 65 км в час. Наплавок до 7 км в час. Запас хода 600 км. Вооружение. Гладкоствольная пушка-пусковая установка калибра 73 мм. Один пулемет калибра 7,62 мм. Пусковая установка противотанковых управляемых ракет «Малютка». Экипаж 3 человека. Количество десантников 8 человек. Решение о принятии БМП на вооружение сухопутных сил вызвало серьезные дебаты среди представителей военного руководства СССР. По мнению многих высокопоставленных военачальников, БМП была слишком дорогой для пехоты. Стоимость производства боевой машины пехоты БМП-1 в 1967 году составляла около 70 тысяч рублей. Стоимость легкового автомобиля ГАЗ-21 «Волга» в розничной продаже – 5100 рублей. После продолжительных дискуссий военные пришли к мнению, что БМП необходимо принимать на вооружение. Наряду с этим следует серьезно пересмотреть тактику действий мотострелковых подразделений на поле боя. Так, впервые в мире в 1965 году в СССР появилась новая категория бронетехники – боевые машины пехоты БМП. Выбор в качестве основного вооружения 73-миллиметровой гладкоствольной пушки, носившей название «Гром», был не случайен. БМП по замыслу военных должна была поражать танки противника. Орудие было разработано на основе станкового противотанкового гранатомета. Оно стреляло реактивными кумулятивными гранатами. С орудием «Гром» в одноместной конической башне спарен пулемет «ПКТ». А для борьбы с танками на больших дистанциях имелся комплекс управляемого ракетного вооружения «Малютка». Заряжание этого комплекса, пуск ракеты и ее наведение в цель производилось с места наводчика-оператора без выхода из башни. Небольшая масса и размеры БМП-1 давали ей малую уязвимость на поле боя. Плавучесть и удобство транспортирования по воздуху, легкость управления механик-водитель управлял машиной с помощью штурвала. Высокая надежность и простота эксплуатации – вот главное достоинство БМП-1. Пехота получила скоростное и закрытое броней средство передвижения. БМП-1 выпускалась с 1966 до 1979 года и постоянно модернизировалась. За это время было выпущено более 20 тысяч единиц в нескольких модификациях. Боевая машина пехоты БМП-1 была принята на вооружение армии нескольких десятков государств. По лицензии производилась в Чехословакии и Китае. Первый опыт боевого применения БМП-1 получила далеко за пределами Советского Союза. Арабо-израильская война 1973 года выявила недостатки этого вида бронетехники. Их можно отнести к детским болезням новизны. Ведь прежде никто такие машины не конструировал и в бою не использовал. Ошибки при проектировании были неизбежны. В принципе, неплохая машина. Скорость хорошая, плавучая машина, авиатранспортабельная. Мы могли в самолет две штуки завести. Неплохо было. Но вместе с тем, во-первых, задние двери, где находились баки, в которых было, если память не изменяет, 190 литров топлива. И даже противник, закопавшись в окопы, пропуская через себя наш БМП, мог в упор расстреливать эти двери. Создание БМП-1 произвело настоящую революцию в военном деле. Произошел качественный переход от просто транспорта к самодостаточной бронированной боевой единице. Именно БМП-1 прообраз всех современных боевых машин пехоты. Ее компоновка впоследствии стала классической для мировой практики создания бронетехники этого класса. Опыт боевого применения БМП-1 послужил основой для разработки новой машины, БМП-2. Конструкторам удалось преодолеть многие недостатки первой модели и создать эффективное средство вооруженной борьбы. Рассказ о БМП-2 в следующем фильме «Оружие». Рассказ о БМП-2.